Это видео, назовем, меняется только фон, потому что, несмотря на то, что мы сейчас находимся в Юго-Восточной Азии по дороге на Гуан, где мы планируем подготовить серию видеороликов о жизни на этом острове, особенно тех людей, которые переехали по программам убежища, расстояние между Тихуаной и Юго-Восточной Азии, где мы сейчас находимся, больше 15 тысяч километров, тем не менее мы можем и способны организовать хорошую связь для того, чтобы общаться с теми, кто планирует уже переход не сегодня, а завтра. Буквально 10 минут назад я закончил общаться с человеком, который занимает одну из лидирующих позиций в организации, это объединение грузоперевозчиков России. Это как раз те ребята, которые перекрывали движение, выходили с акциями протеста в Краснодаре. Народ ехал, доехал до станицы Кущевская, как раз до того места, где, ну, наверное, видели все многие видеоролики расследования ФБК, вот, людей там остановили, были штрафы, были санкции, угрозы в том числе. Наш товарищ пострадал, сейчас он фактически готов к переходу, я думаю, завтра с утра мы его уже отправим. Общение заняло около двух часов. Итак, сейчас в данный момент мы будем общаться с другими нашими товарищами, которые приехали в Тихуан из Узбекистана. Нас передают из рук руки. Это люди, которые родственники тех, кому мы помогли, наверное, месяц назад. Это можно увидеть на нашем канале. Также была семья из Узбекистана. У людей тоже проблемы. Вообще Узбекистан такое место, где из года в год, если взять отчеты, допустим, Amnesty International, это организация, материалами которой мы пользуемся для формирования кейса, посмотреть, что происходит в Узбекистане, там, в Кыргызстане и так далее. Ну, ситуация плачевная, с каждым годом все хуже и хуже. Так люди уезжают из тех мест, где им плохо, где их притесняют, где им угрожают. Вот мы помогаем, и это здорово. Несколько месяцев назад мы помогли депутату из Единой России, который оказался фактически в центре коррупционного скандала, где человек искал правду, но нашел себе, нажил себе проблемы. После этого мы уже помогли четвертой семье из России. Это здорово, что мы можем быть полезны в этом мире и в этом обществе. Итак, мы сейчас подключим скайп и пообщаемся с ребятами, которые приехали в Тихуану два дня назад. Что они думают о Мексике, общее впечатление о безопасности. Интересное взаимоотношение ребят с нашим представителем, который их встретил, довез до Тихуана, помог с размещением, был и участвовал как переводчик во многих моментах. Ну, в общем, переключаем камеру и общаемся. Скайп нам поможет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Саридон. Да, Саридон, здравствуйте. Все отлично, спасибо. Меня слышно, да? Да, 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 очень хорошо слышно. Смотрите, перед тем, как начать подготовку, хотел с вами пообщаться по поводу Мексики. Вы сколько уже по времени в Мексике? Где-то пять дней. Как у вас общее впечатление об этой стране? Ну, пока все нормально. Все хорошо. Люди говорят, что в Мексике небезопасно, всех там убивают, грабят, детей отнимают, там какое-то рабство. Да, да нет. В Мексике, где мы были, все было нормально, безопасно было. Понятно. А вы прилетели из Узбекистана, да? Я с Америки прилетел. Да, вы помогали своим родственникам въехать. Да, да. А ребята, ваши родственники прилетели из Узбекистана? Из Узбекистана. Да. Понятно. А нас нашли через рекомендацию, то есть нас рекомендовали. Ага. Да, да. Понятно. Через родственников. Понял. Вас встречал Карлос, наш представитель. Как у вас с ним отношения? Да, в Мексике он встретил нас и привез сюда. Ну, хороший парень. Понятно, понятно. По ценам, как в Мексике? Там продукты питания, отель? Ну, продукты питания, ну, где-то нормально. Здесь не так уж, как сказать, не так уж дорого, но нормально. В пределах нормы. Понятно, хорошо. Мы сейчас с вами пообщаемся по поводу того, что с вами произошло. Вот. Имеется в виду на родине. То, что легло в основу вашего кейса, то, что вы пережили, ваш опыт. У вас ручка, бумага, все под рукой? Да, да, сейчас, минуточку. Вот они, вот они здесь. Вот с ними разговаривайте насчет их кейса. Да. Здрасте. Здрасте. У меня будет первый вопрос. Итак, что вас привезло к Тихуану и почему вы уезжаете из своей страны, какие у вас проблемы?